Это драфт, который будет победить, что у вас есть преимущества. Каково это, играть против Liquid? Видно по драфтам, что по линиям как будто бы плотно подзакрыли. По линиям очень неприятно будет играть. Я понимаю, что у Мики, наверное, игра какая-то будет, потому что это Луна, Задайер. Постоял, пошел в лес. Если что, проблем никаких нет. Но вот как вайперам не проиграть мидпаку? Да, согласую. Именно силы в противостоянии 1 на 1, безусловно, он тут сильнейший. Кривса, ты уже смотришь, 85. Он просто обденаивает его, посмотри вот это. Ну и с каждым левелом все тяжелее и тяжелее будет стоять здесь. И мы понимаем, что у низшей игра тут явно уже с нулевой не задалась буквально. Да, и вайпер всегда от эксема это коронка. Знаешь, это один из лучших его героев, на которых он очень силен на своих персонажах. И вот этот вайпер, он уже не первый раз появляется, не первый вент, он весь год его катает. И каждый раз, каждый раз, буквально каждый раз, даже если плохая была линия, каким-то макаром находят деньги. Какие-то слоты выходят и потом на таких неудобств доставляют команде соперников. Да. Ну и сверху тоже. С одной стороны, вроде бы визаж в начале, ну не скажешь, что особо сильный персонаж, но там нюки такие сильные, залетает буквально со второго левела, под какой-то паунс уже можно нападать. Учитывая, что это сларк, который будет стакать, вот бегать пассивку, супер неприятные вещи. И здесь можно еще и отдать фрагов, я имею в виду липлит. Ну да. Я причем, был бы я к Сен-Кью, я бы еще на третьем в два взял пассивочку. Ну вот, например, уже начинается потихонечку, мы видим, как больно здесь инсене, и это будет раз за разом происходить. Да, сларк потом еще весь вижен поломает, походит. То есть все, что смотришь по драфту, вот я понимаю, там 33-й на думе, да, тоже супер сигна, супер хорош. Но дум в среднем, что-то плохо себя показывает в последние дни. Опять же, герои, которые, ну кого-то должен закрыть, но вот он же не убивает тебя, он мешает тебе. Но не убивает. И, например, кинул ты дум на лину, или там дум на эстетку. Я бы сказал, довольно часто я вижу в последнее время примерно такую картину. Залетает дум какого-то кора, да, он там... А стоит просто бьет. Под БКБшком, ну либо бьет, либо просто убегает. И переживает спокойно дум, возвращается там, отхиливается в драку уже там, спустя какое-то время. Да, бывают моменты, где удается зафоксить, но часто довольно просто люди уходят на ноги. И как бы ценность дума, она прям, ну, сомнительная, что ли, да? Есть такое, ну, видишь, этот дум нахалявил себе гарпио. Да. И эта линия, наверное, выиграется вот за счет этого. Ну, то да, и Микки, на удивление, нормально себя чувствует. Потому что я, если честно, прям побоялся, что на линии у Луны могут быть проблемы со некие, но пока что норм. Я думаю, у них большие проблемы будут с тем, что нет, знаешь, какого-то граунд дэмэджа. Вот так я его называю. Граунд дэмэдж? Ну, да, то есть урон по земле, вот когда тебе не таргетно надо. Тогда шейкера надо брать, который трестет эту землю. Да, шейкер, вот Лишрак, например, да, он нажал диаболики, они работают. Нажал стан, он работает. Нажал ульту, он работает. Здесь вот фларк купит шард когда-то. Как работал бить сларка под шардом? Больно, больно, Микки, но фласка есть. Потому что у меня ноль идей, как они планируют, в какой-то момент времени выиграть файты. Сларк, знаешь, меня очень любят, конечно, ну, вообще, да, я посмотрел направо, действительно, граунд контроля как-то сказал, нет, как такового, нажимаешь тучку, побежал. Ты побежал, да, то есть все, то есть вот ты кинул Думу на Лину. Она в тучке, просто бьет тебя. Здорово вообще, отлично. Да, не легенится, тоже неплохо, но проблема это не решает. Но пока мы видим, что у Дума, хотя по Нетворцу реально все неплохо, спасибо Гарпий за это. Но я вижу пака 1600, и это меня очень сильно расстраивает. Это расстраивает, потому что я вот прошлую серию Ликвид тоже комментировал, и там Ниша также играл на паке, и также у него все было плохо, и, к сожалению, по игре он так себя и не смог найти. Как будто бы, вот не хватает, он причем неплохо нападал, хорошо инициировал, неплохо там именно скаутил, знаешь, вот плеймейкера отыгрывал, но в драках урона не хватало элементарно, они просто там не добивали парочку человек на ЛОХП и все, и на этом моменте уже проигрывали. Вот Маларин у нас есть суперпак, вчера я достойно играл 5-0, периодически показывал какую-то тоже в Доту 25 левел, рапиры, все прочее, падение плевок. Битва, да, и в итоге урона больше оказалось у Экстрим, погибает Локверк, забирает, правда, в ответ фраг и Микки, что, в принципе, тоже в плюс хороший для именно Луны, как героя, да, по Нетворцу. Ну и вот такая ситуация, но ФБ за Экстрим. ФБ, ну это уже 2-2 по фрагам. Ой, блин, я уже что-то заболтался. Сейчас это было не ФБ, но тем не менее. Тем не менее, Сваркс так тоже свой получил, такой интересный герой, просто вспоминая интервью с одного из первых дней от XNQ, его тоже вызвали спросить пару вопросов, и он такой, да я вот по кайфу поиграл на Сварк 4. И вот оно. На чем он только не играл, Симмер 4, Сварк 4. Мы же с тобой, по-моему, супер-супер давно, я уж не помню, где-то на каком-то кубке мы комментировали, у нас был тролль пятерка, я помню. Это мы с тобой, да? Да, за 8 минут он проиграл, помнишь, да. Может, не за 8, там был концепт в том, что они увидели Разора. Да, да, и они выжданы, потому что это были славы. Я всем это рассказываю историю, мне никто не верит. Я нашел, с кем я ее комментировал. Какой же кайф, Джейм. Слушай, да, и здесь то же самое, да. Приятно то, что герои некие, да, вот, которые, казалось бы, привязаны к одной позиции, появляются в неожиданном амплуа, я бы сказал, для себя именно саппорта. Ну, хотя Сварк 4 норм вроде как. Как будто бы, да, ну, что он, Баракуда работает, работает. Вот он потом по Вижну так сильно будет Ликвидом мешать. Если ты куда не выйди, Сварк, Найт Вижн, слава богу, у вас хотя бы Луна есть. Она тоже с Найт Вижном, вы не будете... Компенсирует хоть как-то, да. Да, потому что вот если бы ее не было, вот играть с пятой по десятую невозможно, с пятнадцатой по двадцатую просто невозможно, потому что вас просто видят, а вы не видите. Есть такой в миде, три героя находятся сейчас, команда Ликвид, неужели попытаются выйти на XM сейчас? Ну, тебе это будет тяжело. Если под ульту, да, можно попробовать так-то, мне кажется. Он же знает, Сварк же и скаутил пока, что он здесь. Не знаю, не знаю. Или это байт, или это байт на какую-то перетяжку тимейку. Я уверен, что будут телепорты как только, потому что вайпер шестого левела, пять стиков, эрик, у него рейндроп еще есть. Ну, Инсения пока ждет. Вот уже перетяжка идет. Но саппортов, да, все еще нигде нет, поэтому Дивай приехал. Так, сейчас Инсению найдут. Да, Инсения здесь, встреча в лесу, Коги ставится, набегает к Синькью. Ниша врывается, Брамбл Мейз, Инсения все-таки погибает. Неплохой, конечно, ультимейт от Ниши, но урона ноль буквально. В ульту пака, поэтому атака неудачная. И вот уже звоночек тревожный, да? Определенно есть. То есть умеют играть с абузом от того, что Сларк с Виженом, с пониманием того, где кто находится. И реально готовились к Ликвиду. Да. Ну, Вард сломали, вот Сларк пришел, говорит, не работает. Все, Сентрак, плюс Экспа, плюс Бабки, да, и все нормально. Пошел дальше. Сейчас пойдет пробежиться, я думал, пойдет за баунти, но нет. Здесь, говорит, не видно, все нормально, стакнуть надо. 53-я. Пора делать помощь для тиммейтов. У тебя Элина, кто в гости фарманет. Да, и это следствие того, что Вайперу особо... Ой, Вайперу, Визажу на линии особо помощь не нужна. Нет смысла его оберегать, лечить Экспу, у него там уже появились фамильяры, он спокойно фармит и скоро пушить начнет. Да, линию поставил, Клок ушел, один в один, но он не умрет. Да, тем более, что Микки тоже уже сместился в лес, и линия свободна полностью. Так что руки у Ксингью развязаны. Вот он воюет с Сенсенем. Он, кстати, с Сенсенем еще и подраться может, учитывая, что у него там пассивка, и он как бы в плюсе с каждым ударом. Определенно. Почему бы нет. И на шестом уровне, опять же, в этом драфте он как будто бы полубессмертный. Почти из любой ситуации, там, тучка, тапаута, что угодно может себе позволить сделать. Из любой ситуации выход есть. В случае с Ларка, вот как, да, есть выражение такое жизненное. Заранее вард проставлен на гейт, то есть тоже понимает, что это будет перетяжка, но все равно он здесь несется 33. Как же тяжело им начать без ультимейта, клокверка, вот инициаторов не хватает, ниша с ультой разве что мог бы помочь, но ниша без артефактов пока на врыв каких-либо, да? Да, он тоже стоит, пытается какое-то время выиграть в центре и не отдать вышку. Не на что пока рассчитывать тут от него, поэтому ситуация, с другой стороны, по экономике пока что нейтральная, да, нет прям явного преимущества экстрим. Даже в размен мы видим, что в РАМе выходят обе команды, пока что 50 на 50. И только ниша, да, вот маленький метод. У ниши тяжело, да, но вайпер, давай так, тоже не топ-1, но вот то, что у визажа настолько уже много денег, это тоже может быть звоночком, потому что здесь такие саппорты, которые от... А особенно Марсиа. Да, и с ним Марс больше работает, и против вражеских саппортов одетый визаж, но он просто беда, и для хокверка из-за того, что лишние цели батареи нормально не работают, и из-за того, что у тебя Дарквиллу, она просто, в моем понимании, после последнего реворка достаточно слабый герой. Да, и мне сейчас кажется, еще ауры сильно решают, я вот замечаю, что реально... Ауры? У кого больше аур, типа, зачастую вот Пайп, Мека, там, вот такие вещи, они прям очень... Кримсон Гарретт, например, на каком-то стильном герое. Ну, здесь Кримсон, наверное, в первую очередь для Ликвит хотелось бы, да? Но против Лины, против визажа определенный, да, будет работать. Ну, вот попытка, знаешь, выжить от Инсения. Ну, Инсения, там рейндропы, пока спасают Кегли, отталкивают к Синьки, уворачиваются от Баунса, ничего себе. Хорош, хорош. Это что, Нелла Ринкарнация, что ли, прямо из Матрицы, знаешь, как в том самом моменте от всего увернулся, еще и руину Баунти выкопал. Ну, я не знаю, везение, X100 сейчас в Инсении. Ну, видишь, они нападают у нас 33-го. Ну, тут он в боксе, пытается помочь, 33-й, очевидно, кнопки не будет сжать, получил Лагуну и погиб. Ну, Медасик он не собрал, да, он вроде бы планировал. Ну, и давай так, это Doom, он мог что угодно собрать, потому что потом... Не, нет, я к тому, что, может быть, он уже собрал, нажал, и вроде не так страшно погибать, пока Медасик откатывается, ты в таверне отдыхаешь, как бы... Дайте, Думы, сейчас они нажмут, продадут сразу, там, что-то еще купят. Понимаю. Пересборщики собираются у нас великие. Ну, это сейчас, да, обузы происходят. Можно. Есть же еще вот эти любители гирокоптера, знаешь, из-за врожденки, которые все разбирают. Да, да. И они там начинают фалконы, Владмир, туда-сюда, какие-то, ты думаешь, ты кэрри или кто? Скупи, аганин да и дал, все, мы выиграем. Нет, зачем? А у него врожденка, тут надо покрутить. Это, как обычно, люди видели новые, да, механики, нужно потестить, а потом вернуться к старым. У нас тут появляется Майл Штром уже, УАМ, довольно быстро. В среднем очень быстро. Хорошо линию постоял, да, Луна уже тоже неплохо себя чувствует, но, опять же, главная проблема в том, что одна Луна, в моем понимании, эту игру, ну, никак не выигрывает. И надо ей помочь. А кто ей будет помогать? Смог, атака вниз. 33-й снова под угрозой, рядышком также Бокси может пострадать. Ну, возможно, Бокси просто как громотвод сейчас работает для своей команды. Да, выходит он, увидел Амэ, увидит сейчас XXS с Дивайем, 33-м по-хорошему надо разворачиваться, а Бокси тут просто выиграть время, да, наверное? Выкопал фаску для них. Ай, у него... Для Дивай. О, спасибо большое. И Дивай сейчас еще что-то выкопает. Ну, ладно, мы не увидим уже. В общем, неплохо завутали, получается. XMQ тоже, конечно, как он эти деньги находит. Тут инстаня молодец, за много денег имеет, но XMQ вообще никогда не парится, он просто делает деньги. Он четвертый корр команды. Такой у него все замечательно. Два бруска, пусть и просто тапочек, но ульта есть, замечательно себя чувствует, спокойно бегает, перемещается по карте, ничего ему не делают. Нетр довольно неплохой. Самый главный шестой взял, фейзы купит, там потом опять же какой-то шарт выйдет, и все, вот у тебя вот готов помощник на любую движ. Видишь, там снизу скан залетел в сторону Insane, но тут вроде не за что бороться, вышки уже нет, и на Рошана пока что не планируют ни те, ни другие, поэтому просто пока фармим. Окей, 12 минут прошло, равное абсолютное противостояние. Чуть побольше фрагов у Xtreme, ну и чуть пободрее, наверное, не смотрится, но это все минорно. Ждем осознанных, наверное, вылазок 5 на 5, да, каких-то в самоках, и там уже будет ясно. Тут какие-то корайты надо подождать, вот Глипниру Лиза, например. За счет этого. Просто, видишь, они обвардили жестко свою половину, и вот сильно никуда не ходят. Ну, сломали там Т1 тут, что-то похарасили Т1 тут. Им нормально, потому что они думают, что их лед сильнее. Перетяжка наверх, наслажка, выход сейчас будет, может быть, Клокверк не попал хукшотом XNQ. Был неуловим здесь. И возвращаемся обратно. Стрингейт, все понятно. Так, так они этот... Наша работа здесь закончена. Любители телепортации, конечно. Да, но вы ничего не сделали. Интересный варт нам стоит показывать, видит Дивай. Вот тут, может быть, что-то получится. А, через что теперь нападать? Хукшота нет. Ну, боксом можно взять. Бокс только с Брамбл Мейзом. Ну, а у него рядышком XXS. Я не уверен, что хватит урона, нужно выходить. И он просветил их. Все видит. Да. Я про то, что... И вот они, фамильяры. Тене, жми, Коги. Да. Он бы нажал, Марс бы не впрыгнул. Да. Неплохой фир, но птички станут без него. Снимут корни. Плебок. Может, задинается. Ну, это единственное, что он может придумать. Хорош. 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 Отлично сыграно. Ну, что сказать, Ликвид. Пока не разочаровывает, если честно. Держится и прям круто начинают. Я к тому, что, если честно... Могло быть хуже. Да. Сейчас продержаться еще минуточек 10. И нормально вроде. Игра налаживается. Уже и Микки топовый Нетворс имеет. А в ЛАТ-е, мне кажется, Луна посильнее будет. Единственная проблема Луны всегда была, это лонг-рэндж дэмэдж-дилеры. Любой. А здесь и Вайпер, и... Тут, да, с другой стороны, тут, да. Но тут и ниша есть, которая может добраться. Но я уж надеюсь, что Дум дофармит шмотки и тоже будет что-то делать в этой игре. Я надеюсь, что он хотя бы один Дум нажмет. Не в Лотус, не в Линку, не во что-то такое. А это все, что нужно по-хорошему сделать, потому что вы выигрываете трапу, а Луна потом сносит. Вот здесь и в него неплохо нажали. Ксин-Кью, наверное... Нет, подождите. Ксин-Кью пока что живет. Пытается убежать, Инсцени его сопровождает и в итоге забирают здесь Фларка. И следующий на очереди может быть Визаж. Брамбл Мэй залетает от бокса. Визаж также отправляется в таверну. Уже минус 2. Дивай. Куршет Краун получает. Перекидывает через себя Клокверка. Но это все тщетно, потому что он тоже погибнет. Минус 3 от Ликвид. И вот вам уже 2000 преимущества. Шикарная драка. Птичек забрали. Вообще молодцы. Вовремя оказались. Нащупали этот фраг. Нащупали. И вот уже Ниша имеет нормальный Нетфорс. Наконец-то обогнал этого Вайпера. И есть чем поиграть по карте. Скоро появится Блинк. И все. Жизнь налаживается. Видишь, проблема пока что Блинка на Ниша в том, что у Вайпера уже есть Орчит. А Блинк от Орчита не спасает. И очень легко его сейчас здесь найти. Доглашусь. И это вот хороший момент. Да. Смогут ли этот Орчитер реализовать. Ставится Вижен от Ксин-Кью. Видит Инсению. Видит Нишу. По идее. Будут ли пробовать? Потому что под ульт Вайпера они легко кого-то заберут. Могут попробовать, мне кажется. Да, да, да. Хотят. Очень хотят. Ксин-Кью набегает. Видит Нишу. Ниша. Орбу только что потратил. Ушел далеко. Очень аккуратно сыграл здесь. Вообще молодец. Да. Сюда плюс еще подключался уже Диуай. И да. Здесь атаку провести не удалось. К сожалению. К стримам. Они в итоге перетягиваются наверх. Сверху у нас там Бокси передвигается. У него Вижен. Видимо вардить будет. Возможно он не будет именно здесь вардить. Правильный план первоначально, где находятся оппоненты. Просто с этой области быстро-быстро пытаются выбежать. Но фарм продолжается не только у них. У нас информация подоспела от нашего редактора. Ксин-Кью 37 игр в официальных матчах на Сларке. Последняя игра была весной 2021 года. Как вам такая информация, дамы и господа? Надо еще в паблике посмотреть, насколько много он играл. Ну да, может быть там есть. Но по-хорошему давненько не играл. Вопрос от ноль, если честно. Ксин-Кью здесь, откровенно говоря. Даже если он не так много практики имел, а отыгрывать на этой карте он замечает. Я уверен, что он просто понял доту. Да, не исключено. Что время не важно, не важно какой патч. Главное, что специфика героя не особо поменялась, и он знает, что он в нем делал. Да, то есть, ты знаешь, когда ты сыграл тысячу матчей на Пудже. Конечно. Ты через год за него заходишь, но все равно примерно понимаешь. Ну да, только потом в какой-то момент понимаешь, что еще одна кнопка появилась, которую можно нажать там вот этого все. Такое может быть, но я уверен, что у него чуть более актуализированные данные. Будет обидно, если их нет, но я думаю, что все окей. Поэтому Рошана забрали, Лина первый, Рошан плюс. И я уверен, что это просто пятиминутка фарма для них. Скорее всего, да. Попробуют, наверное, подраться под конец. Может быть, да. Ну, где-то два, может, куда-то сходят, выйдут. Но, с другой стороны, я вижу, как группируется Ликвид, и разбивается смок от них, и они сами идут в атаку. Вайгис. Ага. И это, возможно, некий... А, это два блинка. Это блинк на ниши и блинк на тридцать. И их просканировали. Да, их засканили, их прочитали, и прям грамотно действует здесь экстрим, оттягивает у забушки. Они это сделали. Потому что там вижу. Потому что два варда сверху, и ты понимаешь, что вот никого нет сверху. То есть они где-то в нижней части нападения прошло. Снизу перетяжка нападения, да, на Сларка. Сларк погиб на развороте. Тридцать третьего подловили. Очень много дэмэджа. Тридцать третьего погибает также. Не особо выгодный размин по итогу для Ликвид. Совсем невыгодный. Это дефолтная вот эта вот история. Отдам клавишу саппорта и умру. Фраг же сделал. Ну, ноль вопросов, знаешь, типа. Как будто бы, да. Да, кнопку я нажал. Можно я еще пофармлю там до следующего откат? Такая дефолтная история. Жмешь дум в крипа, кушаешь его. Ребята, дум в кулнауне, две минуты фармим. Ну ладно, это не тот уровень, мне кажется, что такое дело. Я надеюсь. Я очень надеюсь. Там пайп появился просто уже с визажа. Это еще очень мощная аура для команды. Экстрим пробивать будет еще тяжелее. Но им главное выкачать Луну и как-то вот ей помочь. Есть ли у них, может, какой-то Сларник, то есть какие-то поврапы на Луну. Барабаны, Сларник. Вот любые бафы очень сильно этого героя. Наверное, вопрос к 33-му, что он там будет после Медаса приобретать. Я, кстати, даже не... Вот Павайс появился. То есть делается в нужную сторону работа. Так, в боксе. Палились. Палил, смог вылазку. Успевает. Ути в Шадоу Реал, но это не факт. Что ему поможет. Да, поможет, что он здесь как-то выживет. Поймали все-таки. Он просто выиграл время пока. Успел Фир еще закинуть напоследок, но это... Успел и отдался так с Ларку третий. Да, все это тщетно. Ну и можно продолжать пушить, наверное, экстрим здесь. Вышка падает. Можно и Т2, мне кажется, побить. У них Аэгис. Вообще, на самом деле, это супер тайминг, потому что ты сейчас сломаешь Т2, 20-е, забираешь Торментер сразу. Что правильно делаю, да. Пока нет боковышки у Мики, пока он не способен особо входить в драку, урона не так много, а у вас урона по вышкам прям за глаза, почему бы и нет. Примерно то же самое вчера делали и Гладиаторы, когда играли, просто на темпе переезжали, быстренько закрывали оппонента, потому что, ну да, они там еще там минуточек 10, передохнуть там, может быть, уже другой разговор был. Это, знаешь, дефолтная игра, как и Морфа, например. Вот все ок, а потом он купил там, доедалус там, или старый, помнишь, помнишь, шотган Морфы, когда были? Были, были, да. Вот у него есть шотганы? Супер фришная игра. А потом? И тут он купил. Вот сейчас Ханда бил такой же примерно. То есть вот ты не умираешь, бац, умираешь, все, то есть один предмет, просто не дай его купить. Но разлетели, не стали дожидаться у Торментера, забирать его. Ну, полторы минуты еще, какие полторы, почти 2 минуты 10 до Эдиса, можно спокойно по верхней линии пройтись и в Т2 выйти, может быть. Дивая пытаются пока поджать, но чуть-чуть тяжеловато это сделать, у него еще прыжок будет. Или к мидию. Не знаю, куда отправиться, но пока ждут руны. Руна появляется, ускорение забирает себе XNQ. Ну и, видимо, центральный коридор будет, да, ладно. Подтягивается XM, также Лина пока фармит на своей половине. Ждем артефакты от Ама. Вот я, кстати, уверен, что сейчас все мидеры, которые на турнире есть, смотрят на этот матч и думают, как же здорово быть XM-ом. Еще один бафчик для Луны готов, это Солар. Да, да, грейдеры, да? Молодцы. И Юл там еще появлялся в Darkville. Так вот, все сидят, смотрят на XM такие, ну, по кайфу. Никуда не ходил. Да. Просто фармит. Не игра, а сказка. Не игра, а сказка, но Нетворс уже не особо-то и классный. Вопрос в том, насколько импакт его будет к лейту эффективным. На 25-м это лучший герой. Точно? Ну, а до 25-го? До 25-го он не универсал, а на 25-м он универсал. Я понял. Тут в этом фишка. У тебя настолько много урона становится, знаешь, там типа 200. Ну, до 25-го дожить еще надо, знаешь. Это план B. Да. А пока что реализация остатков Аегистов, Т2 вышку в топе. Опять просканили, как же экстримы читают Ликвид. Сразу видно, что готовились, и слова тренера предмачивают, и не просто, знаешь, слова брошенные в воздух. Да, и будут принимать. Они явно знают все о них. Да, XMQ выходит на сцене, полетел, впитывает урон. Бадвай залетает, ну как же быстро Клокверка стирает. И уже вроде бы драться не хочется. Ликвид здесь в меньшинстве находится. Так это единственный контроль, значит, такой нормальный. То есть это тоже большая проблема драфта. Но, с другой стороны, этот фраг, все, чем довольствуется экстрим, они разворачиваются, и это первые гиды, по сути. Ну, и ок, то есть они ее взяли, они ее не потеряли, они ее реализовали. Две вышки снесены, Т2. Я к тому, что жертва Клокверка во имя целостности Т2, я думаю, что нормально была. Там настолько мало ХП осталось, что как будто бы вышка движения. Какая разница, она бьет. Она бьет, она помогает, да, и денег не дает. Так что все, здесь у нас выход тем временем на Торментер. Торментер сейчас развалится, кому-то достанется шардик. Это будет XM. Необычно, что именно ему у нас у кого-то, значит, уже был. У кого-то был, видимо, да. Не, у Дива, видимо, Сларк уже купил свой, да. Сларк уже был свой, да. Ну вот, умом. Мы это обсуждали, что это супер здесь шмотка, и он просто взял и купил. И потихоньку экстрим отыгрывают. Денюшку выходит с базы также Ликвид. Давайте глянем на... Тут вот пику вижу уже у Ама готовая. У Мики вроде тоже пика появилась. Там БКБшка, да, должна быть дальше, да. Ждем БКБ у Мики, и все. Луна, в принципе, готова уже в драку приходить. Что у 33-го? На секундочку можно глянуть на Дума, как он там подсобрался дальше? Тоже БКБ готова, 9-секундная Шива будет. Никаких ауэр. Приобретаться, да. Ну ладно, хотя бы Шива уже хоть. Что-то приятное на команду, знаешь. Да, хотя бы фэнстик, хотя бы какая-то. Потому что я сижу, вот понимаю, там будут, значит, барабаны, говоришь, ну что не будет. Какой-то большой набор чего-то. А вот ты сидишь такой на кулаке, стараешься, по-вайзу купил, там что-то сделал. Дум. Э, Шива сойдет. Он по заветам Блелока, знаешь. Все дела. Так, ну окей, X-Q здесь внизу отпушивает линию потихонечку. Но с людьми уже тяжело здесь, конечно, воевать. Луна там нормально пробивает. Это, извините меня, такой герой. Ну а тут башер, кстати, будет. Кстати, приятная вещь, кого-нибудь остановить в драке. Очень интересный выбор этот тактик, хочу сказать. Ну, как далеко зашел 33-й-то. За крибочком здесь. Он тоже понимает, что у них проблема с контролем. Ниша! Ниша здесь успевает спрятаться. Упрыгивает. Нужно бежать срочно. Реакция присутствует у Ниши. А был бы Шарф. Он контролит. Все окей. Я уж испугался, что он телепорт делает. Если честно, я увидел эту анимацию по лосочке, а потом я понял, что он подручь, все окей. Потому что как же Нишу повезло, что Шарф упал Вайперу, а не Марсу. Просто мне показалось, что... Да, это правда, кстати. Она просто в него прыгнула бы, и там началось бы. Но ХХС сопровождает Нишу, понимает, что нет смысла дальше гоняться. Забрали Т2 все-таки. Экстримы сверху. И возвращаются в освоя. Снизу также линия пушится в сторону экстрим, но там вышка вроде целехонькая стоит. Нескоро упадет еще. И БКБ ждем у Амэ. Без него тоже драться будет тяжеловато. БКБ по 17, там очень много уже будет у него. Лайтмейл готов. Пока. Так, у нас силы стягиваются вниз через Твингейт. Перетягиваются экстримы сюда. И здесь также вчетвером находится Ликвид. И XNQ выбегает. Улетает 33-й. С БКБ причем. Первый проезд БКБ успешный. Понял. Ну, возможно, он увидел кого-то, побоялся. Определенно. Там в Инвизии, в Инвизии Дарквилла просветило, что герои набегают. Он такой, в избежание проблем. На всякие случаи. Это действительно не ошибка. Плюс еще Рошан. Видишь, уже доптаймер пошел. Полторы минуты осталось ждать его, и он скорпается. Да, плюс Вард стоит. И они все время их ставят вот такими неочевидными, чтобы Сларк вот там не был. Туда не прошел. Потому что если Сларк там будет, он очевидно поймет, что Барракуда не работает. Пойдет искать, где это и чего. Это Вард сломается. Да. Вот один из, они вот этим стрельком уже нашли, но сам Вард еще не увидели, поэтому он еще стоит. Снизу у Рошана тоже. Но проблема в том, что ночь, и Рошан будет сверху. Так. Вот сейчас, смотри. Оп. Барракуда исчезла. Не понял. Понял. Ну, это... Раньше обузили двойную связочку, знаешь. Зевс Ларк бегали постоянно вместе. Лучшие друзья. Сейчас это меда с саппорта. Ну да. Потому что ты Корс Ларку даешь гем, и он тебе деньги зарабатывает. А тут даже не надо ничего придумать, ты сам саппорт. Тебе вообще в кайф. Так, ну что ж. Скоро начнется Великая Рошана стояние. Я чувствую от обеих команд, потому что уже готовы перетягиваться экстрим. Они уже идут наверх. По-хорошему надо готовиться начинать и ликвид. БКБ-шки. Самые основные, наверное, вопросы. БКБ у Амы не готовы все еще. Где взять денег, пока не ясно. Ну, наверное, нужно просто потянуть время и дофармить. Там не так много осталось. Что у Мики? У Мики должно быть, по идее, уже готово. А, он Ханду взял. А, он пересобрался. А как бы это сейчас не зарешало. Ну, не знаю, это может и в одну, и в другую сторону сработать. Из того, потому что он 20 уровень успел взять. У тебя сейчас правый талант, и он очень больно будет бимом делать. Поэтому с Хандой не ошибка. Потому что, может быть, героя на пол-ХБ просто хватает. Я ни в коем случае, как говорится, ничего против не имею. Мне просто интересно посмотреть на исход. Это, мне кажется, такая хорошая ставочка, как что-то своего рода all-in, когда ты все вкладываешь в урон сейчас. Но БКБ готово у Амы уже. Вот он только что засобрал. Но он не 20-й, ему тоже было бы неплохо его успеть дополучить. А сколько там ему осталось в XP? Можно кликнуть на Амэ, на Амэ, на Алину? Прилично. Ему многовато. Да, Рошан уже стоит, и там уже в Смаках Ликвид. И также в Смаках XP. Собираются пойти туда. 33-й занимает стратегическую позицию. Стоит хорошее дабл абордов. Ю выходит, говорит, ребят, тут Вижен. Да, определенно. Бокси нашел его. Курс от краун залетает. Прыгает Дивай вперед. Ниша! Хороший Салин залетает по-двоим. Дивай закрывает. Здесь надо забирать. Дивай погиб. XXS никого не под контролем. Ламэ. Лагуна потрачена неплохо. Первый минус есть. Уже в меньшинстве. Экстрим убегает. XXS поймал его Ниша. Здесь на Dream Coil. Микки набегает. Какая плюха! Разлетает с бима. И как же больно визажику. Визаж, скорее всего. Все, доигрался. Да, и это даже без использования дума у нас получилось сделать у ликвидов. Вопрос к ханде закрыт, я думаю. У всех, и у меня в том числе. Все, отлично сыграно. Микки, шикарно. Ну, это стоит, да, понимать, что грамотное решение. Выбор, да, что тебе нужно. Да, но он хор, и он понимает, что вот это его вин кондишн. Там же у пака, по идее, уже форазма готова. Если я ничего не попутаю. Да, ты прав. И поэтому он тоже очень сильно замедляет и много урон наносит в таргет. Ну что ж, падает Рошан. Второй. И теперь и гида у ликвид. А здесь план перехват. Синькио успевает спрятаться в ультимейт. Пытается размонсить, убежать. Если чем сбить телепорт. Да, имеется. И Сларк, похоже, доигрался здесь. Она прорудила еще одну лужу. Она мог сразу ее прорудить перед телепортом и просто бы выжил. Но получил дум в итоге. Попытается, конечно, убежать. Тут от пака тяжело там идти, конечно. Под таким словом, когда тебя видят. Так что у нас что получилось? Три фрага без ответных? Три фрага без ответных. Виздум руна сейчас важно подконтролить. Я вижу, забрали экстрим. У ребят из ликвид все еще лежит. Ну хотя у них и так по экспедиции все хорошо. Главное, что экстрим свою там где-то не отдали. И еще руна волшебства достается нише. Я смотрю, бутылочку на будущее. Надо идти файт придумывать в таком случае. Руна-то не вечная. Пожалуй, ты прав. БКБ. БКБ у эксэма. Ну эксэма, да, готово. Здесь у нас Аганим будет далее приобретаться нишей и линка. Аганим, наверное, в приоритете, да? Я думаю, да. Не то, чтобы там, знаешь, там есть неприятный этот момент с Арчидой, но у тебя есть Юл. Ну как будто бы да. И поэтому какое-то время ты без БКБ можешь тебе позволить за счет Юла жить. Пересобрался снова на Думе. Ну это классика уже, как бы не удивляемся ничему. Как будто новую обувь, знаешь, нашли. Ты попал в какие-то вот эти вот нигги? Не, я как только увидел, я зашел в одну, увидел, такой, не, ребят, я, пожалуй, парни. Я зашел, знаешь, 200 грамм. Посмотрю. В общем, знал уже, что он есть, но забыл просто, знаешь, что ты в моменте. И понимаешь, что у меня там полкоманды что-то медасики покупает соперник, что-то медасики, я такой, не понял. Синкью. Потом понял. Кстати, снизу Микки. Нет, не поставил. Синкью, вышка падает довольно быстро. Плюс Т2 должно быть для команды. Да, но это первая Т2, поэтому Глиф все равно. Миди, скан был проюзан, да и можно попробовать напасть, почему бы и нет. Ида есть, инсцени в позиции. Осталось только кого-то подсветить ракеткой, да, чтобы... Да, но скан-то был от сил тьмы, поэтому это они знают, что кто-то здесь есть, поэтому будут убегать экстримы. Ну, я увидел, как Ама бегал. А, ты прав. Я на это и намекал, что лифт просканили, а не знали. Просканили, да, и экстримы это не очень надо, поэтому они никуда не пойдут. Аганим летит для ниши в Курьере. Но еще не полный, надо 800 голды где-то найти. Сейчас фраг сделают, нормально будет. Так, вот, например, Сларка поймали, Саленс накинули. Сларк успевает уйти в ультимейт. Дримкуэлл разорвали. Форставчики подбафали. Хорошо, Ксиньки жив. А минус ульта у Пака, но под Аркан Руной. То есть не так страшно. Да. И что хотят принимать файт с Т2. Нам действительно надо. Там еще наверх нарисовал бокс, что линия пушится, возможно. А хотя нормально вроде, там такая пачка большая идет по линии. Возможно, как раз нарисовал то, что не стоит уделять внимания, что она пушит. Она пушится, да, на экстримов. Да. Что Пакта ульта реально быстро откатится под Аркан Руной. И вот сейчас она где-то там, значит, 25 секунд, и уже можно снова искать какого-нибудь героя, нападать на него. Ну, на треугольник без Вижена тоже опасно идти, если честно. Под визажа, под рассказ там, это кто знает. Когда никого не видишь. Но есть Клоквер, да, который может залететь с другой стороны и синициировать. Ну, он пару раз в этой игре так делал. Я думаю, что ему не очень понравился эксперт, который он получил. Я сказал, если бы я был Клокверком, я бы врывался, там, ПКД умирал, но после этого моя команда убивала бы всю команду, я бы не особо сильно из-за этого переживался. Честно. Но в предыдущие разы его команда никого не убивала, поэтому, возможно, какие-то выводы он сделал. Я надеюсь, что он не утратил веру лишь в своих тиммейтов. И, знаешь, он как в лучших традициях, хороших, дружественных, спортивных взаимоотношений верит в них, что они в нужный момент придут на помощь, а он лишь продолжит отыгрывать свою роль здесь. Да, у нас в итоге башня Русларка готов, а гоним у Пака тоже, ну и надо пытаться... Так, Бок моментально спалил бокс здесь, ХСМ, бокси подцепили под Сайлен, стан, бокси стерли. Вот тот самый момент, когда они зашли на этот треугольник без Вижена. Микки принимает бой, Ваме залетает, Дум, Клокверк врывается на развороте шикарно. Вчера Дивая, ХСМ успевает превратиться, похилиться, пока что Микки раскидывает направо и налево способности, а мы все еще жив, надо его добить. Выбивает эгиду, но ценой какой? Ценой практически всех ресурсов команды Экстрим. Поднимается Луна второй раз, а как забирать ее второй раз, я не представляю, если честно. Микки, под Момом что ли? Думаю да. Да, он просто так бежал, я думал, что он Бимчик сейчас залупит или что-то еще, но не получилось. Дал много урона, хорошо у него получилось. Не было бы Айгиса вообще, я бы сказал, 100% для Экстрим, хорошая драка, но и так как будто бы неплохо получилось. То есть Дарквилл он 0 урона. Да, в целом. Думаю, сейчас она покажет повтор, посмотри, там вот ворвутся, они нажмут все в Лину, в БКБ, и тучка будет висеть, и она просто будет встать, просто будет бить. Да, изначально я думаю, что драка гораздо хуже сложится для Ликвид, откровенно говоря, учитывая, что не в попадке началось, девайс, терли быстро. Но мы видим, что просто посильнее уже, именно как по героям, если посмотреть, ребята из Ликвид, просто Лина развалила. Ну да, ты скажешь, Эгидо была, но с другой стороны вы сами шли на Эгидо нападать. Это первый момент. Второй момент в том, что там вот Мантов очень круто Микки сыграл, если ты обратил внимание, он размонтил, и Лина последним ударом как раз-таки в нужную ударила. То есть убил одну иллюзию, вторую иллюзию. Ну что ж, падает Т3, моментально разваливается сторона, летят на деф, ребятки из Фейкстрима, но поздно, стороны уже нет. Отступает пока что Ликвид, Молнии появляются у Ниши первые, и дальше что будет себе приобретать? Учитывая, что у него Аганим там все дела, я бы вообще, Мылшторм бы бахнул. Да, почему нет? На паке, но обычный Глебнир предпочитают все равно брать. Ну это вроде как с точки зрения механики героя выгоднее, потому что ты как бы еще дополнительные контроли имеешь для себя, плюс инициацию какую-то. Ну сейчас знаешь, как будто бы это лучший артефакт в доте. Как будто бы, да, как будто бы практически на любом герое можно собирать и не париться, если честно. Так, кому шар для Линк? Да Амин, ну тут начинается тоже веселье с его уже исполнением, потому что доедалось он купил, урона стало много. То есть вот у нас Дум видел сам, сплит армором, со всем этим. Насколько же быстро он отвалился, когда полетели криты. Поэтому надо быть поаккуратнее и вот не встать от фокуса. Мне кажется, тут бабочки, как будто бы в этом билде не хватает, с одной стороны. С другой стороны, но пока работает. Чего вы журите? 4-5 счет и с такой луной, знаешь, приятно было. Я думаю, что здесь, опять же, не на 33-го в первую очередь стоит рассчитывать. Он здесь так уже. Но он фактор? Да, мне кажется, уже. Да изначально, может быть, и не было особым фактором. Потому что такое ощущение, что основная задача в драке это ниши и микки. На них это вот задача, хороший файт провести, возложено. Дать позиционку для них. И помочь в этом, конечно же, задача основная, инсцени, которая же должна нормально ворваться просто и закрыть каких-то героев основных. И все. А Doom, ну он, да, он есть как бы, помогает. Он даже его нажал. Молодец, да. Но я не скажу, что это прям супер-мега. Не, давай так, на Лину это всегда хайпово, потому что она не дает обилки, не обновляет стайки пассивки. Есть шанс среди бусте не взрывать. Знаешь, это все равно не старый Doom, да, где там у Соло исполнял, прыгал, что-то там фраги делал. Doom в одного, Doom во второго, все горит. Но это все равно на контрасте уже не так круто выглядит просто. Зашел, нажал, ну прикольно. Как будто он более пассивный, что ли, стал как будто такой. Ну да, но увидели и лучше. Что поделать? Ничего не поделать, к сожалению. Но, с другой стороны, герой-то все еще актуален, потому что может себе и Деваур имеет, да, там может всякие сборочки разные позволить. Из плюсов он как бы жадный, но по фарму не проседает за счет того, что у него просто есть обилка, есть этот Мидас пересобираемый. Он деньги всегда находит. Можешь себе позволить. Рун на Визном лежит, кстати, все еще на территории команды Ликвид. Может быть, кому-то оставят, там, не знаю, чтобы побыстрее 25-й получить, как вариант. Может быть, так, Кераста готова у нас тем временем у XXS. Количество вот этих вот строчек, знаешь, бафов потихонечку растет. Так, у нас здесь Ниша на хосте. Наглую прыгает вперед, получает Саллис. Ничего себе, перекидывает его Девато. Куда, говорит, собрался бы. Ничего себе, Ниша ворвался здесь в эпицентр драки. Получает фулл-рассказ, но продолжает жить. Не смогли его пока что забрать. Ниша выживает. Микки врывается, пытается догнать XM, но его кайтит. Ультимейт отрабатывает. И Микки остался здесь один. В этот раз и гиддет, и нет. Погибает у нас Сенсене, но забрали в ответ Аме. Микки под жестким фокусом. Микки пытается жить под Сатаником и живет. Как же он хилится на развороте. Бешеный дэмэдж залетает. XXS превращается здесь в камушек. Пока что хилится. Ниша тоже лоу-хп. Микки убежал. Микки не убежал. Ниша выживет. Да, выживает и рэмпоч, но последок делает. Боже, вот это игровой момент. Вот это то, чего я ждал. И я уверен, Ники сейчас вот просто в нереальнейшей зоне. Я вебку единственное, что не увидел. Надо будет на повторе посмотреть на эмоции. Круто. Ты был прав, когда сказал, что серия просто огонь. Эти команды просто никогда не играют плохо. Вот этот влет под руной щита, конечно. Насколько на тончайшего момента был, я думаю, что все. После Ивлта в тайминг подцепили. То есть не успел никуда уйти. Знаешь, могло бы все очень плохо кончиться. И по итогу, наоборот, это ниша всех развалил. Да, Микки здесь тоже пошел вперед. Казалось бы, будь и гида, ты бы не особо переживал, что Луна так пошла. Но Луна на тонкого тоже здесь. Я не знаю, сколько там хп осталось. Давай посмотрим. Сейчас посмотрим, в моменте он будет отступать. 250 вот у него вижу. Ну да, 250 хп, по сути. Для такой стадии игры это буквально одна полторы тычки по тебе. Ну, рэмпач, конечно, от ниши красивый. Тоже наитончайший момент для него, потому что он так же на лоу хп выжил. Ух! Это, конечно, войдет на нарезочку по любому дню. Любой рэмпач войдет. А? Любой рэмпач войдет, их слишком мало было. Ну, этот будет бриллиантом рэмпаджи. Ладно, пока. Красивый. Для меня, по крайней мере. Главное, знаешь, не привязать карту или серию после такого. Да, даже если так. Все равно. Вообще, да, учитывая, знаешь, регалий Ликвид, вот это звание вечно вторых, наверное, да, не очень хотелось бы после такого. Ну, давай так, они... Дерутся сейчас не за топ-1 турнира прямо сейчас, поэтому шансы у них неплохие. Но чем дальше влез, тем меньше ты хочешь... Тем ближе ты топ-2, да? Да, да, да. Ты про это сейчас? И ты сидишь уже и думаешь, а вдруг это опять оно. Ну, слушай, 26 тысяч перевеса на Xtreme вообще не унывают. Чего-то куда-то пошли. Да там Рашкан третий, нужно за него драться. Да, они хотят выйти, но тут выходит Микки. Ниша, врывается к Синь-Кью. Половина хп потрачена уже. Синь-Кью погибает шикарный Dream Coil. Врывается, 33-й поймали. X-XS, а X-XS тоже в таверну отправляется. Байбэка-то у него не имеется. XM пытается убежать. Визаж нажимает БКБ, но кого это останавливает? Там попутно где-то стерли еще девайя. Перехват от Инсени, и визаж заперт в клетке. Его просто отсюда никто не выпустит. Еще один минус. Байбэков не имеется. Ябро перехватил Бокси. Синь-Кью пытается тиммейту помочь. Хотя бы в какой-то размен вытянут. Там рефрешера. Думба, еще один Думбам. И на этом заканчивается первая карта. Не вторым рэмпаджем, к сожалению. Но заканчивается в пользу команды Liquid. Отлично сыграно. Что сказать? Я доволен. Да я-то как доволен. Посмотрел, не знаю, шикарнейшую доту. Это то, чего ты ждешь визгод. Чтобы приедут ребята побороться за титул. И будут показывать вот такую доту. Вообще, я рассчитываю, что сегодня будет 4 таких серии. Было бы здорово. Хотелось бы, чтобы каждая серия была, откровенно говоря, такой. И мне не хватило, знаешь, для... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok